Привет, народ! Вылез опять на рыбалку. Вчера было видео про этот вот спиннинг. Это спиннинг-пигл от Даюи, или Джин Тай, или Си Вейды, одна и та же кондора. С тестом заявлено до 4 грамм и довольно интересным исполнением и совсем небольшой ценой. Утром сегодня половил на него, и на микроджик, на мормышку, в целом спиннинг вполне себе работоспособен. Не сказать, что это прям последний писк моды, но ловить им можно без проблем. То есть на микроджик очень неплохо кидает, вяжет рыбу, и чувствительность в руку хорошая. То есть вообще никаких проблем не испытывает. Для ловли на мормышке может чуть жестковат, но задать игру мормышке тоже вполне возможно. На микроджик было поймано 2 жерешка где-то грамм по 300-350, и примерно такого же, даже может чуть побольше, под яскорь. Ну и не считая различных окуней, там граммов от, не знаю, там от 10 до 150-200 грамм, несколько штук. То есть вполне себе работоспособный инструмент за копейки. Только единственное, что могу сказать, катушка-держатель очень неглубокий и узкий, то есть не каждая катушка туда встанет. Вот Хайба Сноу Леопард на него встает нормально. И длинная рукоятка, то есть хочется прям сделать ее, либо вообще убрать, отрезать, либо поставить эту намного ближе, то есть вот этот кусок выбросить, сделать покороче. Ну пока, конечно, я это делать не буду, но посмотрим, как пойдет дальше. Так, однолапые кольца нравятся, чувствительности достаточные. Хук Кипер поставил, пардон, Хук Кипер поставил отдельный, ловил в основном на Косодаку двухвостку, замучили откусывать у меня щурята, уже, наверное, штук 6 приманок было откусано в разные рыбалки. Так, дальше, что еще можно сказать про нанофил имеет смысл сказать, многие его не любят. Я не скажу, что прям замечательная вещь, нормальная вещь, абсолютно ловить можно. Только не забывайте перевязываться почаще, то есть каждую рыбалку надо обязательно перевязать. И он боится узлов и абразивов, то есть правильный узел тогда нормально будет держать. От абразива спасаемся поводком, лидером из флюрокарбона, то есть где-то около метра, ставим кусок флюрокарбона, и тогда большая часть зацепов нам не страшна. То есть дальше он себя ведет вполне себе предсказуемо, забрасывает хорошо, особенно если пользуетесь мормышками, то имеет смысл ловить на него. Плюс если у вас нет качественной лески, либо тонкого флюрокарбона, то имеет смысл использовать его, а не плетенку, потому что он, во-первых, чуть пожестче, во-вторых, он более гладкий, то есть будет легче забрасывать мормышку подальше и легче контролировать проводку. Ну и плюс он еще не растягивается. То есть если у вас спиннинг не очень хороший, то лучше брать что-то вроде флюрокарбона, то есть получите лучшую чувствительность и дальность заброса. Если спиннинг очень хороший, тогда можете использовать даже обычную леску, и чувствительность и дальность заброса не сильно пострадают. А качество проводки, наверное, даже улучшится. Ну, пожалуй, все, что можно сказать пока, предварительно. Сейчас поставлю и буду пробовать ловить рыбу. Очень много времени тратится на подготовку, пока все это оборудование цибелюшь дома, потом притащишь, поставишь. Поэтому на рыбалку остается времени поменьше. Ну, все-таки постараюсь что-нибудь показать. Но надеюсь, конечно, рыба позволит это. А то, как камеру притащишь, так ничего не ловится особо. Вот пульт забыл, приходится управлять камерой своего смартфона. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok